Начнём с последнего. Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности развития альтернативных видов энергии, в том числе водородной, в том числе чистого водорода. И здесь у нас есть серьёзные конкурентные преимущества, в том числе можно газ использовать. Здесь много возможностей. Это нас не пугает абсолютно, а наоборот создаёт для нас стимулы для развития. Но в качестве переходного энергоресурса, первичного газа является самым лучшим источником энергии. Можно, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь мы в значительной степени имеем те преимущества, о которых я только что сказал. Нашим интересам это никак не противоречит. Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики, забегание вперёд в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зелёной энергетики. Ну как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода всё, что связано с энергетикой зелёной? Ну как это можно было сделать? Вот это в значительной степени именно это лежит в основе сегодняшнего энергокризиса. Ведь западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями, потом на базе этого страха начинают обещать то, что выполнить невозможно, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом бум! А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой? И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Чего отказываетесь? Вот у нас осталось после взрыва северных потоков. Одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь при чём? Не хотят – не надо. Значит, что касается зелёной энергетики, повторяю, должно быть всё подготовлено своевременно. Вот системные меры, ограничивающие развитие традиционных видов энергии, привели как раз к этому серьёзному кризису. Ну, финансирования нет, банки не дают кредитов, не только, значит, там, европейским. И в Штатах то же самое происходит. Почему там ограничено? Причём банки не дают, не страхуют, землю не выделяют, значит, транспорт не строят для нефти и газопередачи этих продуктов. И это продолжается годами. Существенное недофинансирование отрасли перевело к дефициту. Вот и всё. Вот, значит, из запасов Штаты выделяют там нефть и стратегически. Ну, хорошо. Но их же надо будет потом пополнять. Эксперты рынка-то это понимают. Ну, сегодня взяли, забрали из стратегических запасов. Ну, завтра же нас будет закупать. Мы слышим, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придётся покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Ну, мы-то здесь при чём? Это системные ошибки в сфере энергетики тех, кто должен об этом думать и заниматься этим. Продолжение следует...